Вот очередное утро, мы на прогулке. Верный, ты чё бросил-то её? Поднимай давай, Верный. Возьми её. Возьми ветку, ветку возьми. Ну, Верный. Возьми её, возьми, возьми. О, молодец. Работяга. О, ты! Ты чё берёшься? Ты чё с ветками меня в пузо? Такой довольный бежит. Молодец, Верный, молодец. Верный, молодец. Да. Пойдём, Верный, Верный, Верный. 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 Опорт. Куда он пошёл-то? Давай сюда, давай. Расслабился тут. Так, а кто у вас самые неприятные вещи взял? Вот так, ну, вот так, ну, сразу, вот так, руки показывают. Сигару тушат, а сигару вот так вот, об руку. А при хуре, вот пальцем нажал, наконец-то, она задымилась и загорелась. Это тот, которого я распял 2000 лет назад. А могу я спросить, сколько вам лет? Ну, иные считают. Десять тысяч, всё по-разному. А кто вы по специальности? Ну, историк, психолог, военный делатель, деятель, журналист. Перечисляю, где он. А вот от журналистов у него и спрашивают. Так, хотите ли я вам помогу? А журналист, я знаю, вы за это требуете слишком высокую цену. Об этом не будем говорить. То есть душа требуется за это. А как вы это делаете? Мысли мне не дано знать. Но я гляжу, как человек разговаривает. Вот, вот, мимо ветрины прошёл раз, другой. Смотрит на вещи. Дальше я уже знаю, что делать. У меня везде люди есть. И что, в церкви? А, вы думаете, в церкви? Большой сейчас, мои люди. Немного делает не так, что-то нарушает. Это уже мой человек. И далее рассказывают всё это. Я скажу по описанию. Вот есть такая книга. Может, считали. Автор Мария Карелли. Перевод к книге Дени Кропоткиной. Называется «Печаль сатаны». А сейчас Бро, там, каком подписывает. Скорбь сатаны. Нет, писала женщина. Как дьявол является в образе человека, другом, который хочет разбогатеть на красавице и жениться. И он всё это делает. Только душу отдай. Какого ты хочешь, и в таком виде тебе явится. Лусио называется. Ну, в оригинале Лучио стоит. Ну, дали студентам посчитать эту книгу. До утра дочитали. И, говорит, кости, говорит, скучат, говорят, друг от друга. И она влюбилась в него. Она не понимает, что это Валант перед ней, дьявол. И она уже, видя, что он ей отказал, оттолкнул её, когда она прямо ему призналась и назвал её блудной женщиной. Она вышла замуж за этого Джеффри Темпеста. Всё довольная. А сама думает только одно, потому что Лучио, друг ему, ещё нет своего мужа, она к нему может подбить. И он с ней говорит, презренная тварь. И дальше всё её вылепляет. И она решила отравиться. И теперь отравляется, яд по ней разливается. И она, видимо, видит его. Так вот он кто. Кого я любила это. И дальше видно, как кто-то вырвал у неё перо и ударил в бумагу. И всё, груди словно. И дальше он какие давал видения там в образе умершей принцессы Египта. Ну, очень талантливо. И когда спрашивали режиссёры, ну, о чём написать, я говорю об этом. И вдруг я нашёл в 14-м году, ещё когда звука не было, американская постановка, но такими отрывками нет. Этот фильм поставить, это надо знать очень хорошо, священное писание Библии. И он говорит почти всегда правду, но добавляет малую часть лжи, и поэтому всё идёт под откос. Печаль сатаны. Просто заведите, когда-нибудь. Она насчитана. У меня насчитана. Я не знаю, она на моём сайте стоит, моим голосом насчитана. Какой-то олимпийский чемпион какой-то. Понёс кому-то подарок. А куда делся-то этот? Вон он где ходит, себе ищет. Такой оторвать-то найди ещё. Это он ищет следы. Барсуки бегают, следы остаются. Почихоньку движемся назад. А мне сейчас верный подбежал ко мне, когда я сюда шёл, и пузо мне этой палкой как дал, вот этой веткой. Вот этой вот? Да. Вы помните молитву Соломона, когда он храм построил, и о чём он стал просить? Я вдруг послушал на голос Божий, и Бог ему ответил, в чём он был прав в этой молитве. Если я правильно помню, мудрости. Мудрости. Выходить к народу, и заходить, чтобы тебя пока с народом будем, в дорогом не посчитали. Как журналист один говорит, сегодня ровно три часа был с Горбачёвым там. А о чём говорил, говорит, не могу ещё записать, пришёл. Я не знаю, что тут есть. А генерал армии Вареника и говорит, за две тысячи лет не было такого обманщика. А я говорю, 18 миллионов было в это время коммунистов, он последнего поплопло по стене и ват столкнул. Умница. У него два высших образования. Давайте на дорогу выйдем, чтобы Крак Владимиров мог забрать в машину. Вот тебя назвать собакой, ты обидишься? Смотря в каком контексте. Ну, просто собака, да, и всё. Ну, назовите. Денег это у меня не убавит. Ну, ты пришёл к чему-то. У кого-то что-то просишь же когда-то. А тот сказал, хорошо ли взять доброго человека и собаку отдать. Не обижу. Помните, как эта хананянка пришла? А Господь говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить дети. Она говорит, ну, и псы едят, крохи падающие со стола. Получила, дождь исцелилась. Ничего нет. Хорошая собака хорошим примером служит. Верность её. Собака по интеллекту равняется только с лошади примерно. Самые, ну, не считаются, аргентинные. это привязано к человеку, определяют человек. Вот самая умная, это вот эта порода, немецкая, немка. это проопыты делают. Такие там, вот я один видел, она уступает. Это невероятно, что она, собака, делает. Он на коня заскочил, я ей махну рукой, она тоже на коня заскочила, рядом, на коня. И дальше, что он делает? Как она под музыку пляшет? И он один, ну, зрители сидят. Какая-то шотландская порода, там тоже может общаться. Пёстрая. Серёжа не видел? После просмотра фильма у меня мысль закралась, не сама собака, может, не чистая сила в ней. Это невероятно. Я занимался собаками необык, а как бы головы в розыске. Можно, могу сказать, на экзамене моя собака самая первая была. И ничего этого она не могла делать. у Сергея Павловича, кажется, четыре собаки или пять. Все лежат, как мёртвые. И кота усыпила. Кота тоже. Батюшка говорит, так они живые, хоть эти лежат, голову, так вот, пластом лежат. Я этого не мог сделать. Да и не пытался. Видели, у нас есть в Петербурге, да и в Москве, и по России цирк у Калачёва. Там кошки катаются на велосипедах, типа, и что-то в таком духе. Я видел, они в натуре, на базаре. Такое было сделано, делал. Деньги платить надо было. Нет, а он там такое делает собака. Там не то, что там это просто прыгнуть. Ну невероятно. Я собак знаю. И сюда эта мысль возникает. Почему? Потому что в виде псов являлся демоном многократно в жизни окрепитых. Пришли на прием люди, ну и говорят, ну что-то, чьем-то там, чьем-то там, чьем-то там знает, то-другое. Как бы это сразу хватает, идущик его. А которая, а, вот это хорошо, он против пандемии, голос поднял, что в страну, в фольксвагерь, загнали этот, все в подходе, к нему, идущик его. Верно. Так, надо взять на абордаж. Сарынь на кишку. Что за лозунг такой? А кто знает? Еще раз. А? Еще раз скажите, пожалуйста. Сарынь на кишку. Это грозный клик такой был сотням людей. Не, не знаем, не слышали. Не знаете. Когда разин грабил везде, Сарынь это бедные люди, которые на корабле, на кишку, то есть на корму и ни один не подходи. А тут резня начинается. А этих убить не за что. Просто вовремя уйдите. Вот Иуда Венгур показывает это. Сейчас, подойдет. Кстати, что считаете лучшим? А? Что считаете лучшим? То правление, которое было, ну, при царице или Пугачев? При царице? Ну, да, да. Что сравнивать с Пугачев? Это бандит. Многие, многие считают, что он бы лучше правил, чем те женщины, которые тогда правили. Кем он мог править? Кого он мог править? Которые убежали смутьяны, даже нарочно сравнивать нельзя. Это все равно, что корова оправилась и лепешка, которая на столе. Что тут сравнивать? Когда больше всего России прибавилось своего объема и прочего? Какие были прощения? Кто отменил казнь вообще? по-другому не может взять траву и вытереть в пилу. Еще. Фу! Но при Екатерине Великой, при вообще многих... Иди ко мне, ко мне иди. Подожди. Слушай. Да я первый раз слышу такое сравнение. Не, не, ну просто, например, при Екатерине Великой, там, при Ане Ивановне, там, еще при каких-то таких личностях. Ну сейчас сейчас Лукашенко с этой Сихановской сравнивает, примерно вот эта, та же самая. Нет, но... Кто она такая? Кто ее знает? Ну, смутьяна эти, масоны все делают и она, она еще не знает. Нет, Пугачев правитель. Он за кого себя выдавал? За царя, который того. Димитрия. Один из них. Он кому-то сказал, ты знаешь, в бане был, я царь. Он говорит, когда мы голые, мы все цари. Нет, сравнение. Да какое же сравнение? Человек смутьян, щитвертован был. Ну, он у народа, но все четыре стороны поклонился перед казнью, попросил прощения. Так, я его, когда у меня на бороду посидали, уже так, я сказал, даже Пугачеву бороду перед казнью не остались. Я написал заявление, дайте мне срок больше, разов два. Только не отнимайте бороду. Ну, так речь о том и идет, что при, скажем, после Петра вот, ну, женщины правили и так далее, которые очень, ну, развратили общество. И много проблем было. Мы знаем, мы знаем только то, что нам пишут, но по результатам мы посмотрим, как можно было развращение развращать. Человек, она там, ее никто из крестьян не знал, не видел в глазах. И поэтому, как жили, так и живут. Вот говорят, а как вы смотрите на крест? батюшка пишет, как? Курица, как ела, плевала, ясо не останется, вот второго, как-то засела. Это все искусственно, никакого кризиса нет. Как сейчас пандемия, мы ездим, ну, мы знаем эти замыслы, не смущайтесь, не бойтесь. Вот Сергий-то про это и сказал, романовки. Никакой нет пандемии, концлагерь. И все это для антихриста. И может, сейчас пишут, другие-то вины не меняются, только это. А если это, то за это его наградить надо, а не гнать. Сейчас заголовок вышел о нем, почти святой. И все это. А Варвара Крыгина, которая была монахимикой, наставительница монастыря. Как только гоня началось, она сразу исчезла. Я не знал, чем это объяснить, по женской, может быть, слабости. А теперь видно, что она заранее договаривалась, видимо. Заранее. А теперь, когда их всех разгоняют, теперь уже митрополит ставит ее в игумении монастыря. В этом, в Средневральском. Ну, не знаю, мне кажется, ему много, и можно простить, но зачем монастырь-то захватывать было? Наверное, не захватили, он так и там монастыря находится. Монастырь пока еще не отдан патриархии. Так я и говорил, зачем он захватил монастырь? Он? Да. Он строил, гаучи-юзумин, он официально был доходником, а до этого-то никто не возражал, ни митрополит Террии, ни патриархии. Он не захватывал, это его жизнь, ему жертвовали деньги, миллионы. Ты в церкви жертвовали, а не ему? Через его церкви. И он на себя не потратил ничего. У него астетический образ жизни, у него ничего нет совершенно. Как Сталин, умер-то, когда Сталин, ботинки там достал. Ну, а зачем ему что-то, если вся страна ему принадлежала? В какой-то мере. Из того, что мы знаем. Если он владел всеми, всем буквально, лучше любого царя он всем владел. Все ему принадлежало, до зернышка. Возьми зернышко лишнее. Все это разноряжено. Интересно, березка, впереди желтая, она растет среди бельмерек, ее росту нету. Свет лежит. Она и задумалась, и вот, смотри, и вышла туда в сторону. Видно, нет? Видно. Когда ей свет попадал, она вынесла сюда, а потом пошла вверху. Находит свой путь. Ну да. Свет, свет. За свет много можно отдать. А он на этом толкает ногой самокат. Судову поехал. И сейчас. На самокате можно ездить? Вон, вон едет. На самокате, по-негаражному. Тренируется. Некоторые обвиняют Солженицына в том, что он, когда письма писал своим родственникам, что он, по факту, сдавал этих людей. Это новое придумают. Еще этого не было. Потому что они читали это письма, которые... Кто родные? Назовите, кто именно родные? Когда одна жена была, Решетовская, и та вышла за другого замуж. Ну, там, в целом, знакомых. Да нет, это он написал товарищу в армии, когда был. Уже в Австрии был. Он знал, что читают письма? Да, знал. И он знал Сталина Паханом. Что он сказал? Все. Никаким родным он не писал. Ничего этого не было. Это сейчас наворачивает. Не, ну, я имею в виду не то, что родным, вообще знакомым, родным людям. Такие письма. У него детей не было, писать некому было. Жена Рецисновская в это время вышла за другого и весь стал. Ну, брешут. Брехуны. Вот парализованного Сергея Козлова слышали, знали? Да. И вот его спрашивает Виталий, как вы всегда чем познакомились? Он говорит, я в интернете везде видел одни брехуны и вдруг нашел. Я говорю, а там правда абсолютно везде и всегда. и он сразу на меня вышел. Мы были очень здесь. Он занимался только иконами. А после этого он мой второй сайт решил дублировать и сделать вроде лучше. Я говорю, не надо, это достаточно. Я сделаю и на нем каких-то программистов из Израиля и из Белоруссии. Я кое-как узнал, что он заплатил 300 тысяч. И что, получилось? Да, конечно, получилось. Но вход-то находится теперь не у нас, а у сестры его. Да. Я спросил, он говорит, она отдаст, а на нем уходят, говорит, я никому не пишу. Стал женецем и стал товарищем, он был капитан в это время батареи. И я писал вот эти слова, которые говорят. Больше никому не писал. Нигде этого нету и не было до сегодняшних дней. Если родные, пусть назовут все родные. Ни отца, ни матери, жена ушла, никого нету. Родные, собаки не осталось, канарейку не завел. Ну, в любом случае, он сделал огромное дело. Да. Акадин. Так. Вот. Вот.